Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой недели. Снова мы возвращаемся на финансовые рынки и продолжаем разбирать фундаментальные события, влияющие на динамику финансовых активов. Прошу прощения за то, что отсутствовал в четверг-пятницу, как и обещал, что сегодня мы попробуем закрыть все фундаментальные пробелы, но в целых таковых, я надеюсь, не образовалось, потому что тот фундамент, который, в принципе, сложился в пятницу, я вас заранее к нему готовил и настарался спрогнозировать для вас, какие изменения могут произойти в риторике отдельных регуляторов и в динамике отдельных активов. Сегодня мы, конечно же, резюмируем все это. За подробностями приглашаю вас сегодня на вебинар, который состоится в 16.30 по московскому времени. Мы там детально разберем события минувших пяти торговых сессий, посмотрим в моменте, какая отчеты влияли на то, что происходило с активами, рассмотрим события всей текущей недели и поставим среднесрочные цели. Поэтому, если есть возможность, друзья, обязательно сегодня подключайтесь к вебинару. Ну а теперь давайте разберем конкретно ситуацию, которая складывается сейчас на рынке черного золота 64.26. Это то, что мы видим в моменте. Я по-прежнему призываю всех ни в коем случае не закладываться под короткие позиции с учетом того новостного фона, который сложился. Лучше рассматривать бренд WTI только с точки зрения покупок и ставить на то, что тот же самый бренд закрепится выше 65 долларов за баррель. Если новостной фон, друзья, изменится, я вам просигнализирую о том, что нужно принимать иное решение. Но сейчас уверен, что у нас колоссальная база роста. Она связана с продлением действий энергетического пакта. Как вы помните, это решение уже две недели назад было принято фактически о том, что сделку по снижению нефтедобычи нужно пролонгировать, продлить на 9 месяцев. То есть, как и ранее, этот новостной фон может и дальше поддерживать цену на нефть. Второй фактор, на который я обращаю внимание, это обострение ситуации на Ближнем Востоке после того, как мониторинговый комитет, который следит за соблюдением условий сделки по Ирану, то есть ядерной сделке, сообщил о том, что Иран превысил лимиты обогащения урана. Мы попробовали развить эту тему, друзья, но пока что рынок ее особо не подхватил и в моменте в котировках мы не видим то, что трейдеры готовы к тому, что такие действия со стороны Ирана могут, в конце концов, вынудить США воспользоваться ситуацией и, может быть, поднять вопрос о потенциальном проведении той военной кампании, на которую, в принципе, многие уже рассчитывают и в которой абсолютно уверены. Я надеюсь, что войны не будет и, конечно же, такой фундамент лучше не отыгрывать и на нем лучше не зарабатывать. Но факт остается фактом, такие события на рынке есть. И третий момент это данные по запасам нефти США, которые вышли в минувшую среду. В частности, как и ожидалось, запасы снова снизились, не так существенно, как две недели назад. В этот раз минус один с небольшим миллионов, в то время как две недели назад спад был самым значительным с начала 2016 года. Тогда запасы сократились за неделю почти на 13 миллионов баррелей. Но, в любом случае, статистика со знаком минуса — это то, что поддерживает котировки нефти. Может быть, реакция в моменте не последовала то, на которую мы рассчитывали, но еще не в длинные позиции в приоритете. Я думаю, что сейчас мы, конечно же, могли бы порассуждать о перспективах глобального мирового экономического спада, но пока этого делать не будем. Я считаю, что фундамент в моменте поддерживающие цены на нефть, и на этом еще можно вырасти. Доллар-иена 108.33. В пятницу вышли данные по Non-Farm Perils. Противоречивые данные. С одной стороны, количество новых рабочих мест выросло на 224 тысячи, в то время как в позапрошлом месяце рост составил 72 тысячи. При этом средняя почасовая заработная плата осталась на довольно скромном уровне — 3,1%, а уровень безработицы и вовсе вырос с 3,6% до 3,7%. Поскольку доллар укрепился после выхода данных, можно сказать, что снизили трейдеры вероятность того, что в этом месяце ставка будет понижена на 50 базисных пунктов. Сейчас эта вероятность оценивается в 11%. Но, скорее всего, на 25 базисных пунктов ставку снизит. Но, в любом случае, по текущей динамике доллара видно, что ближайшее решение, скорее всего, уже полностью дисконтировано в курсе доллара. Я еще неделю назад вам говорил, друзья, то, что вялая динамика по баксу, она как раз указывает то, что здесь может быть локальная ралли уже закончилась. Это не значит, что нужно разворачиваться. Нет, доллар немного, скажем, покажет ту динамику, на которую рассчитывают сейчас покупатели, но все равно потом нам нужно будет вернуться на более агрессивный подход к смягчению экономической политики. Держим короткие позиции, новых пока не открываем. У нас есть возможность сейчас отыгрывать слабость рисковых активов, что мы прекрасно и делаем. На этой неделе очень много событий по доллару, в частности, в четверг выступление Паула в Конгрессе, о монетарной политике и о планах того, что с ней будет очень интересное событие. Я думаю, что нам точно будет о чем поговорить ближе к концу недели. Ну и также в среду протоколы последнего заседания американского регулятора, которые могут еще раз напомнить тем, кто сомневается, что ФРС окончательно встал на путь проведения более мягкой политики. Евро против доллара 1.12.24. Друзья, мы все ниже. Цели вам известны. Это 1.10, 1.11. Мы за них боремся. Продавцы явно активнее. На рынке периодически вроде бы как евро отрастает, но все равно потом позиции продавцов оказываются превалирующими, и они легко перехватывают инициативу. Статистика. Только всмотритесь в эти отчеты. Родничные продажи по еврозоне. 1.3. С 1.8 спад продолжается. В месячном выражении снижение на минус 0.3%. Еще более страшные цифры по производственным заказам. В Германии минус 8.6%. Я не оговорился. Это худшие данные, мне кажется, лет за 20, а может быть даже и больше. Явное доказательство того, что валютный блок, если кому-то это доказательство еще нужно было, переживает страшные времена. Это полноценный, я думаю, кризис. Такие цифры только на такие комментарии нас сейчас и настраивают. Как будет действовать ЕЦБ, вы знаете. Смельчение экономической политики – это единственный выход. Фунт против доллара 1.2529. При этом минимум в конце прошлой недели составил 1.2480. Мы сделали цель, друзья, 1.25. Я вас с большим удовольствием поздравляю с этим. Вы молодцы, если прислушались к моим прогнозам. Я думаю, что это была железобетонная идея. Данные мы отработали очень неплохо. Это спад в производственном секторе и в строительстве в сфере услуг. В общем, логично. Снижение фунта пока что. Давайте отдыхать. Сделки после я вам предложу. Но мы, вероятно, уже сместим фокус своего внимания на риски Брекзита. Доллар канадец 1.3069. Топчемся мы рядом с отметкой 1.31. Я уверен, что у пары сохраняется потенциал для восстановительной динамики. Потому что расчет мы ранее делали на слабые данные по рынку труда. Я думаю, что именно таковыми они и вышли. Минус 2.2 – это общий показатель изменения числа занятых. То есть количество безработных увеличилось больше, чем на 2 тысячи. В то время как 2 месяца назад их общее число сократилось на 28 тысяч. Уровень безработицы, друзья, вырос на 0,1% с 5,4% до 5,5%. Я считаю, что на фоне этих данных ранее мы получили отчет по активности в производственном секторе, который снизился третий месяц подряд. Это стагнация. А еще ранее были слабые данные по темпам экономического роста. Я думаю, что канадский регулятор все-таки тоже примкнет к действиям прочих регуляторов и будет снижать процентные ставки. Ну, конечно же, может быть не так агрессивно, как это делают и будут делать другие. Но конкурируя с долларом, где все-таки на смягчение экономической политики мы ранее настраивались и что-то отыграли, по канадцу этого еще не произошло. Я вижу возможности для укрепления курса, точнее ослабления курса канадского доллара и роста, соответственно, американского конкурента против канадца. Цели 1,33-1,34, они по-прежнему сохраняют свою актуальность. И по австралийцу, друзья, идем вниз. Снова ниже уровня 0,70-0,69-0,88. По поводу действий Резервного банка Австралии мы уже все с вами знаем. Ставка будет снижаться и дальше. Цель сократить количество и уровень незадействованных трудовых ресурсов. Эту цель можно сделать только если довести ставки до около нулевой отметки. В общем, возможностей для снижения австралийца еще очень много. Просто действуем по тренду. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.